посмотрел на русском ютубе нет обзора поэтому записываю это видео Встречайте! Товар из Китая! да ладно! приветствую подписчиков зрители канала майер сегодня хочу рассказать о таком устройстве как электронная нагрузка в своих видео я буду часто его использовать пришел я к выводу что губим мы свою электронику некачественными блоками питания вот поэтому заказал электронную нагрузку инструкция на английском и китайском языке вот видите в коробочке все плотненько стоит открываем видим здесь у нас блок питания должен быть 12 вольт 1 ампер но мы его еще тоже проверим бытовое назначение это проверка блок питания в конвектор аккумуляторов тестирования самоделок основные характеристики данной нагрузки это максимальный ток до 10 амперов ограничивающей мощностью 150 ватт но к примеру если на 15 вольт мы что-то замеряем да то можем выставить 10 ампер если допустим у нас 30 вольт то ток вдвое ниже ну и понятно более детально об этой нагрузке в описании но и естественно на сайте продавца с обратной стороны вот штекер питания 7 экранов можно переключать но самый распространенный это вот первый и второй экран здесь практически вся информация так но и давайте по часовой с этой стороны у нас даты кабель подключается но это наверно к компьютеру будущем будет реализована пока сейчас нет здесь мы видим два потенциометра грубая и тонкая настройка снизу синенький светодиод так а здесь у нас micro usb type-c mini usb usb 2.0 но это естественно кнопка переключения настройки здесь у нас штекер и здесь колодочка минус плюс то есть можно проводами и крокодильчиком подцеплять нагрузку какую-то так все снизу вот так вот выглядит фирмопроизводитель здесь планка удерживающая кулер сам кулер видите на подпружинена очень грамотно чтобы без перекосов без всего но плата чисто спаяна хорошо снизу но мы потом еще откроем посмотрим снизу как все это сделано пайка так но и давайте экран посмотрим крупным планом на экран чего у нас тут давайте покажу здесь у нас показано здесь у нас вольт и амперы ватт ампер часы ватт часы время температура и сопротивление нагрузки следующем окошке все то же самое но еще добавлено таймер то есть отключение по времени переходим следующее окошечко нажимаем один клик делаем видим те же самые но уже более мелким шрифтом строчно показано параметры здесь кит для китайцев здесь подсветка можно включить выключить здесь ограничение по вольтам здесь минимальное ограничение по вольтам и ограничение по амперам при этом электронная нагрузка отключается но отключается не совсем потом посмотрим все это дело в деле но это таймер отключения видите подсветки экрана но я отключать не буду и поэтому выставлю на постоянное включение положение он давайте включим и начнем первое у меня вот такой блок питания 9 вольт один ампер на экране видим 10 вольт ну и давать 0405 все при 0 5 амперах блок питания отключился это наебалово какое-то следующий блок питания 12 вольтовый это от роутера тенда он должен быть на 2 ампера подключаем смотрим сразу подаем 2 ампера и видим 2 ампера нормально даже можно больше 3 ампера вентилятор включится при достижении температуры 50 градусов но это не точно теперь давайте что-то посерьезнее подключим да например можно автомобильные аккумуляторы но я сюда на стол не потащу автомобильный но вот такой есть аккумулятор так видим 12 8 12 8 на аккумуляторе ну и давайте дадим 3 ампера сама здесь стоит ограничение по амперам я разменял переходим смотрим вольтаж а вот выставляю на 10 ампер а кстати давайте проверим как работает ограничение по амперам он допустим 3 амперам все запомнила и давайте потихоньку вам нагружать 272 все при 3 амперах отключается нагрузочка поэтому когда слышите такой сигнал надо подойти принять какие-то действия так давайте перейдем увеличим на максимум поставим так вот этот пункт по ограничению по вольтам 12 6 допустим но 12 вольт поставим раз два опоздал прошу прощения ребята устройство такое своеобразное поэтому не сразу все получается так давайте раз два пошли выставим 12 допустим и 2 ну а 12 вольт допустим пусть будет так все сохранили ток на максимум поставим раз два пусть 10 ампер так следующие 150 ватт пусть на максимум работает ну и пошли нагружать смотрим отсечка по напряжению 12 1 12 вольт 5 ампер добавляем еще им пираж все все отключается сигнализирует то есть если вы какие-то манипуляции делаете то вы услышите так но а нельзя так вот взять автомобильный аккумулятор подключить но будет все время сигналить конечно лучше в однократно она отключила бы и все нулю как действует аймакс тоже в общем то тут это не реализовано а в принципе мне нравится давайте по мощности проверим еще отключаем ограничение по вольтам раз два три ведь я уже научился и свободно это делаем так и ставлю ограничение допустим по мощности ну допустим 80 ватт надо раз два вот 90 ватт допустим и давайте будем нагружать 5 ампер 70 ватт 6 ампер ну вот 90 ватт при 7 с половиной амперах мы получаем 90 ватт так давайте следующее хочу сделать видите они параллельно подключен напряжение выровнен давать один уберем и будем проверять значит это у нас панасоне а нет ли такого на 20 ампер аккумулятор давайте попробуем задать ему хотя бы 10 ампер мы видим 9 ампер выдает теперь давайте посмотрим у меня есть еще дексант на 30 ампер ну видим точно так же 9 ампер и заработал вентилятор так 37 градусов давайте посмотрим сам радиатор так и есть 37 градусов задняя площадка текстолита 39 градусов Субтитры сделал DimaTorzok Так, 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 150 ватт нагрузить С этим вопросом мне пришлось жить 2 минуты Так, а что, давайте к лабораторнику подключу И проверим, справляется ли кулер с отводом тепла Так, 150 ватт 24 вольта у меня на лабораторнике И поехали Так, 100 ватт 6 ампер 148 ватт Температура 55 Пошла шара! Будет ли перегреваться? Радиатор в принципе неплохо обдувается и рука терпит На ощупь градусов 40 Давайте пистолетом замерю Да 40 градусов Обнулим показания Вот что единственное Когда обнуляешь показания Перепрыгивать на следующий раздел Экрана Что не есть год И держится в пределах 56 градусов И держится в пределах 56 градусов Тест пройден Успешно Не лишний будет разобрать и посмотреть Как выполнена пайка Так Здесь у нас видим Экран отсоединяется полностью Это очень хорошо Здесь Давайте посмотрим Качество пайки Качество пайки Прекрасное Сейчас крупным планом Выведу на экран Смотрите Все компоненты видно Ничего не затерто Теперь дальше Все видите Все легко и просто разбирается Но это все новое еще Новое всегда приятно разобрать Ребята Терпение Немножко Осталось Я и так тороплюсь Понимаю вас Но И вы тоже поймите меня Кстати Спасибо Кто Смотрит мои видео И ставит лайки Комментирует Ребята Это очень здорово Вы делаете Помогает развивать канал Да и вообще мне приятно Когда Есть Обратная Реакция Человек Посмотрел Я для вас Стараюсь Записываю И мне что не написал Одобрительное Так Видим термопаста На месте Есть Жиденькая Такая Полностью Закрывает Не где-то попало прикручено А ровно на транзистор Сейчас я его выпаю И Вы увидите Какой номинал этого транзистора Так Я На Алиэкспресс Закажу На 75 ампер И Перепаяю Значит Ну а сам Вот этот кулер Должен справиться В принципе Все Видите Ничего не пострадало Здесь Вот Есть Следы Пайки И не отмытый Флюс Жирный Какой-то Его надо отмыть Но я это потом Откручу Промою Сейчас не буду А так Все отлично Мне нравится В общем Давайте Подведу итог Довольно таки Качественно Выполнено Вот Нарекания Я По качеству Не нашел Единственное Что Долго идет Доставка Больше месяца Где-то месяц Полтора Вот так вот Но если Не к спеху То В принципе Как не было Не к спеху Я заказал И дождался И получил Хороший товар Ребят Подписывайтесь На мой канал Здесь Я все честно Рассказываю Без всякой рекламы Как есть Вот так вот И И Всегда Если есть комментарии То Не тяну с ответами Так называемый Повышая SEO Да Знаете что Многие молчат А там бывает Откликаются Через неделю Ссылаясь на якобы Загруженность Ну Пару слов то можно написать Если ты ходишь С сотовым телефоном И там пришло Сообщение Да От зрителя Ну можно же Пару слов чиркнуть Хотя бы Сказать там Ну давай там перенесем На вечер На следующий день Твой вопрос Но молчат же А все это намеренно Это Есть такие товарищи Которые учат Как развивать канал И вот Те кто Сами не понимают Как развивать канал Они наслушаются Вот этих Горе Учителей И нервы Трепет Значит Зрителю А зритель В надежде Вот вот ему ответят Пять раз Зайдет на это видео Тем самым Пять просмотров Ютубера Ну в общем Вы поняли смысл Я такой херней не занимаюсь И поэтому Давайте жить дружно А я буду вам Делать хорошее видео Два раза в неделю А может и чаще А да Чуть не забыл Хочется сказать спасибо вам За внимание Досмотрели до конца И я разыграю Эту электронную Нагрузку Мини Это на 150 ватт Это на 36 ватт С помощью этой нагрузки Вы всегда можете Проверить Любую такую зарядку И также Кабели Которые вы заказываете В интернет-магазинах И Чтобы вас не обманули Пользуйтесь Вот такой электронной Нагрузки Запросы небольшие Там Сделают видео 150 тысяч лайков Мне 100 лайков За неделю Если мы набираем Это количество Я среди участников Разыграю эту нагрузку И кто-то из вас Получит Я на это надеюсь И за вас болеют Давайте ребята Участвуйте Не только интересно Должно смотреть Мой канал Но и полезно И даже выгодно В плане того Что Какие-то подарочки С моей стороны Ну вот и вот В общем то все Я с вами не прощаюсь Потому что я думаю Что перейдете На мой канал Ссылочка в описании Плейлист Электроника И плейлист Распаковки Обзор товаров Переходите Выбирайте Еще что-нибудь смотрите И выиграйте У меня пожалуйста Электронную нагрузку Пока Гениально Да ладно